и так сервисы вот это та визуализация на которой народ зависал интересовался имена детей имена детей в минске данные были только за два года опять же тут проблема с данными то что они в америке есть там по каждому штату каждое имя там за 100 500 лет у нас органы загс архив начал это все как бы у них концентрироваться только вот с 2013 года понятно что есть мвд и прочие есть люди которые владеют этими данными но что выросла то выросла а выросла неплохо вот мы видим самые популярные именно девочек мальчиков софия мария максим а вот когда мы подводим сюда на периферию мы видим вот даже те кто одно имя топы всегда публикуются а вот такой чтобы каждое имя было обычно нет и кто-то использует я знаю рассказывали сервис для выбора имени ребенка какие бывают имена можно посмотреть например самые редкие и что я хочу сказать вот мне об этом упоминал всегда нужно рассчитывать на того читателя у которого не будет желание времени или чего-то еще какого-то ресурса ума чтобы в ней разобраться ну народ ленивый им это не надо поэтому первое что в глаза бросилась вот это может запомнить и поэтому это первое должно содержать основной месседж или основные данные ну например я вижу а маша саша миша ну окей все я потратил две секунды я получил свой inside свою но а потом ох ты айгуль тиш тит томаш и и уже интереснее становится можно еще выбрать но фильтры такие стандартные да мы отфильтровываем выбираем например оставляем только от одного то там 28 редкие именно огни например или мартин студент был тоже мартин они же можно увидеть в рейтинге что происходило с именами но такой рейтинг первое место второе тоже табло в рамках вычисляет и видно кто просел кто не просел ну если что можно увидеть диаграмму рассеивания кто стал более популярны эти имена стали популярнее алиса стала резко популярна изменение там 70 по сравнению с предыдущим годом остальные вот непопулярные эти варвара ксения софия все же стали менее меньше попал менее популярны добавить мальчика вот видите вот после клика произошла пауза секундная вот до 3g с этого бы не было но я скажу что табло нам тоже ускоряется и как бы лучше так чем никак можно все это зумить смотреть но опять же то есть функции такие как как карту можно ее зумить или можно выбрать там инстаграму что-то еще и это уже не суть наверно важно но мне стало интересно ведь и же именно есть наталья наталья похожие как их объединять и потом я докопался не за несколько дней на это что мне было интересно фонетическая похожесть имен понятно что все решается там mail.ru там все алгоритмы поиска все это можно сделать быстрее когда есть программист но когда нет выбираем какое имя кого как зовут давайте познакомимся рустем рус вот есть рустам и рустем вот выбираем груз рустем так назвали одного ребенка одного ребенка и посмотрите рустам и рустем вот здесь он нашел эти имена по фонетическому звучанию похожие то есть это сам табло конечно не слушает русский язык как звучат имена просто я какие есть алгоритмы я все же был когда-то в детстве маленьким программистом на бейсике на паскале и голос soundx отлично это самый популярный и сделал индекс для каждого имени там код и вот здесь по сути он выводит по этому коду есть еще soundx какой-то классический метафон петра коньковский понимаете за мнение мне было просто интересно все равно это никто не найдет и вот по этому алгоритму не нашел уже второе имя так такая мулечка это про имена кстати москва да вот топ минск первое место мария москве на втором месте ну дальше харьков кишинев киева не нашел поэтому харьков но все равно топ похож только она нет кишиневе ну такая вот вот это вот пирамидка по сути бар чарт с какими-то рейтингами что есть то есть вот имена кстати нужно обновить очень быстро покажу тоже по сути сервис график поступления если ты если окей очень быстро если ты хочешь идти в милицию тебя интересует силовой вуз ты знаешь что ты только платно можешь потому что ну не знаю плохо учился в школе и хочешь заочно то есть просто система фильтров и показывает ган чарт ну таймлайн по сути когда прием документов когда экзамены и когда в творческие силовые зачисления то есть вот такая штука которая может по этапам провести по сути сервис или хоббит когда попросили тубай это портал то есть там есть много много всего есть афиша афиша тубай давайте про у нас хоббит начал показ где можно сходить инфографику дам точно нужно зачем между разницы между не пугает сейчас старых белорусских рублей 60 тысяч 70 тысяч рублей но это там три доллара или три с половиной какая разница а потом я понял ведь это может быть полезно но просто за счет фильтра я могу знать что например меня тошнит от 3d есть такие люди там вот я выбираю 2d и уже просто в этой базе вот остались только 2d кинотеатры я очень vip я хочу места с повышенным удобством и вот остались два кинотеатра и и вот уже все то есть понятно что этот функционал должен быть в сайтах афиши но вот ну не было здесь вот сделали ну и там льготные сеансы прочее там какой-то график какая простая фигнюшка которая была полезной это показывать не буду но до табло видели там в квадрате гартнера там сап сайпи вот у них был продукт эксельсиус вот я раньше делал всякие штуки на эксельсиусе вот это топливный калькулятор который там был очень популярен как я говорил когда 10 раз в год менялись цены на бензин здесь можно было посмотреть что но сейчас ты заправив там столько-то денег доедешь до амстердама раньше а сейчас там только до барановичей или до бобруйска ну показывает как бы инфляцию в человеческом измерении статистика не будем статистику окей самое интересное осталось в конце погода вся погода в минске погода тоже очень благодатная тема для инфографиров и ну может быть вы посмотрите вот вся погода там тоже за какие-то сотни лет и в таких интересных измерениях отклонение от норм как выглядит этот год на фоне всех лет вот вот например 2016 вот где-то был теплее ладно о нем все автомобили в белоруссии метро мира пропускаю тоже погода экология все деревья минска с интеграции с яндекс панорамами уровень рек загрязнения ладно итоги года это интерактивная пьяная елочка которая составлена из курсов валют российского рубля и украинской гривны тот самый 2014 год и кружочки на этой пьяной елочке это количество просмотров этих событий самых важных на тубае а это вот это и она звездочка это рубрикатор по ней кликаешь остаются там события там только экономика культура и так далее к дню святого валентина на удивление тоже зашла инфографика по зпппп там но она такая была немного трешовая такая just follows рост всех иностранных глав государств которые приезжали берусь нот лукашенко вот здесь вот ну и дальше ну то есть такое что-то ни о чем итоги 2015 года тоже это очередной жанр итоги года который мне уже вот где-то тут и я больше не буду его делать потому что я вам показываю те что в табло потому что мы только про табло еж не не только в табло работаю трата что-то еще но итоги года меня задолбали вот это итоги года зависимости от фазы луны например то есть и видно что в полнолунии почему-то больше всего там событий но такой just follows молчание ягнят тоже отдельная история пропустим вот табло меня как-то я узнал по обратную связь после этой работы она была сделана за часа 3 1 января ее делать было трудно но у нас был день овечьих новостей как протест журналистки по поводу нового закона о сми то все новости только про овец это был как раз год овцы я нашел очень быстро на сайте белстата статистику и выяснилось что количество овец там сократилось 40 раз ну то есть график овцы и назвал молчание ягнят и там какой-то там текст там что-то еще и табло через три дня поставил там свой топ лучшие новые авторы там из испании ну со всего издания со всего мира и вот когда я увидела понял все не зря вот старался я даже не знал что не так делают но это приятно работа студентов что что я уже не знаю форму найти хорошую форму таймлайн но это скучно а здесь вот события кучкуется здесь нет а здесь ну что ноут было это было это это вообще зачем инфографика напишите текст заголовок дата текст фоточка зачем вам инфографика и вот точно но здесь есть такой момент опять же исследование я вначале сказал про одно исследование интересное если форма графика простают барчар такой человек быстрее ее считает найдет разницу но также быстро ее забудет когда форма какая-то вот такая интересная человек потратит дополнительную энергию на ее восприятие если потратить то это останется какую-то эмпатию там и проще то есть это научно установленный факт другое дело как этим распоряжаться я согласен в принципе что для итогов года это не нужно студенты здесь рад что пришел михаил симаков руку который руководил самой большой студии инфографики в европе и преподавал тоже в школе я кроме я ведут там как бы в будние дни а по выходным приезжают с разные замечательные люди вот михаил был на всех трех школах узнаешь кого-то вот это студенты и студенты тоже вот я показываю только табло поскольку у нас лекция такая тот мне плаката день рождения студент второго набора подарил и на выпуск там графики не будем об этом вот работа студента про очереди на границе беларусь очень мобильный товарищ вильнюс там польша ездят путешествует по европам и вот это графики в зависимости от чего-то после выхода этой работы а это третий читатель 2 читатель который заводил помните первый это из центра избиркома второй про автомобили которые не показывал инфографика тоже очень много просмотров там сколько трабантов у белорусов сколько бмв в каких регионах там много всего и вот позвонил человек сказал вы нам сделали годовой план по продажам это в декабре было спасибо вам большое что информация некоторых странах даже может быть коммерческая и третье позвонил из гос погранкомитета сказал откуда у вас эти данные у меня практически уже за шпионаж хотели верну вас на сайте так там же 20 тысяч страниц а там каждый день каждый пункт пропуска это одна страница и вы знаете это мой студентом за несколько часов сделался собрал данные там же 20 тысяч 30 я хорошо учу своих студентов есть тулзи которые могут все перебрать и но в итоге получилась вот такая штука хорошо что этот скринкаст что нет они в конце сказали нет вот надо мыслить позитивно они в конце сказали какие вы молодцы приходите к нам в гости посотрудничаем что-нибудь замутим и студента до приходите да отличный тоже вопрос и я в конспект это добавлю в конце тем кто досидит до конца будет конспект python вот инструмент номер один python библиотека по-моему beautiful soul там в принципе есть пошаговые туториалы чтобы википедию еще проще есть импорт айо импорт . айо так сайт называется он позволяет обходить там краулинг сайтов то есть он заходит на википедию начинает перебирать но все что ты задаешь я так данные про аэропорты про самолеты собирал и второй сервис кимоно 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 лап сайт они прекратили свою разработку но доступен локальный раньше это был онлайн тут сейчас можно скачать и они продались по моему короче кому-то продались но хорошо в общем то неплохо работать кимоно а импорт айо ну вообще самое кошерное это python и beautiful soul но это требует конечно чуть-чуть программизма может быть не для всех полезно а вот эти два две тузы ну просто садишься смотришь туториалы делаешь вот это было были данные на так спас партии вот такого графика еще не видели да не показывал совершенно шизова диаграмма связи вот она тоже сделана в табло но студенты заморочились программированием сказанными формулами а справа про марафон тоже не покажу вот студенты пропал марафон в минске там такая интересная работа и так какой формат источника уже как бы на перерыве были такие вопросы что вот мы хотим что-то сделать сами у нас есть таблица какая-то таблице вот эту вот я сейчас нарисовал население города вот часто вам приходит что-то такое нормальная таблица всё с ней в порядке город pacing вот население год населения так вот такая штука в табло не подходит то есть табло откроет вы там сможете сравнить например два каких-то года но так делать нельзя какая должна быть таблица И это основной закон номер один. Вы сейчас услышите и пойдете сами фигачить. Вот такая должна быть. В каждой колонке должен быть один тип данных. То есть тип данных название города. Сити, тут только сити. Дальше ер, год и тут дальше только год. Население и только население, цифра населения. Таблица называется плоская таблица. А вот это кросс-табл, сводная таблица. Не суть. Табло нужно это. И чтобы это сделать, табло с девятой версии озадачилось. У всех такая проблема. Многие таблицы неправильные. Они сделали в табло встроенный инструмент, который позволяет выделить на этапе импорта данных три колонки и сказать... Как там она? Мердж? Ну, что? Короче, нажать кнопку и все сделается. Вообще, табло такая магическая кнопка. Я думаю, мы успеем все же сделать это задание. И кроме табло, лучше сделать это сразу в источнике данных. Для этого есть макросы. Макрос, который делает вот такую плоскую таблицу. Я в конспекте в конце дам вам ссылку как бы на этот макрос. Ну, это я уже сказал, вкладки никто не открывает. И вот очень хорошо, тоже один из преподавателей, коллега, долгий коллега Михаила Симакова, Алексей Птицын, написал, мы дадим сейчас пользователю инструмент, чтобы он нашел закономерности в данных. Вот ты сам их и ищи. Ну, я же дизайнер, я так вижу. Ну, инструмент, данные, эх. Вот. То есть нужно действительно, как вы сказали, делать проще. Не давать инструментам, чтобы была кнопочка кликнуть далее. И табло это позволяет. Там появилось, я думаю, это будет улучшаться, но там есть такой формат история. Ты можешь один и тот же график добавить и на каждом из них акцентировать разные вещи. То есть человек просто кликает далее и смотришь, что там происходит. Что-то выделяется, подписывается. Нужно стремиться к чему-то такому. Нельзя, чтобы график походил вот на что-то такое. Это комментарий одного из формулов. Это что-то про батарейки. Внизу топ-комментарий пользователя конкурирующего портала. Ничего, ну вот. Не стоит так делать. Нужно, чтобы было все понятно. Итак. Спасибо вам за то, что вы вытерпели меня эти два часа. Пишите, если что-то я отвечу. Вот здесь вот запомните адрес, пока запись не внародована. Инфограф-бай слэш-табло. Там будет что-то вроде краткого конспекта. Инфограф-бай. Ссылка на этот сайт есть в анонсе сегодняшнего мероприятия. Сайт школы инфографики. Инфографика тут. А слэш-табло. Но я думаю, табло вы уже помните диаграмму Минарда вначале. Что там написано табло. Придете домой, нагуглите поход Наполеона. И объединив это, увидите вот такую штуку. Простой гугл-док, в котором есть ссылка. Полезные ссылки, которые я когда-то собирал. Группа по визуализации данных в фейсбуке. Добавляетесь. Там хорошие люди интересно пишут. Это ссылка на мой табло-профиль. Вот здесь можно скачать табло-паблик бесплатно. И еще раз повторю. Есть версия табло-паблик. Она бесплатна. Все, что я вам показывал сегодня. Все это делается в табло-паблик без проблем. Для журналистов есть опция. Можно получить табло-десктоп. Которое стоит, по-моему, 2000 долларов в год. Бесплатно. Что он позволяет? Хранить файлы не в облаке. Не на сервере. А у себя локально. Это к сохранности данных. Тоже был вопрос.